Наша выставка посвящена творчеству Корнея Ивановича Чуковского. Мы все его знаем как автора очень известных детских сказок. Знаком он нескольким поколениям, вне зависимости от их нынешнего возраста. И все его сказки любят, многие его сказки любят, и они остаются актуальными. Мы более подробно рассказываем о Корнея Ивановича, о его биографии, о его творческом пути, о его научной деятельности. И также рассказываем о том, как были написаны различные его произведения, и какие смыслы сегодня мы можем из этих произведений извлечь. Идея появилась так, что у нас есть литературный музей, мемориальный литературный музей Алексея Петровича Бондина. И, казалось бы, Корнея Ивановича никак с Алексеем Петровичем не связана. Но, тем не менее, они оба советские писатели, оба любили детскую аудиторию. И рассказывать о советских писателях, рассказывать о важных для российской литературы писателях, это важная функция любого музея. Я бы выбрал телефон, дисковый телефон. Мы можем его использовать, можем позвонить по этому дисковому телефону. И после того, как мы наберем номера от 101 до 105, Корнея Иванович прочитает для нас стихотворение. Важной сложностью, которая у нас была при создании выставки нашей творческой группы, это то, чем показать сказки Чуковского. Все-таки у нас музеи, связанные с историей Урала, с 18, 19, 20 веками. А это не совсем стандартная тема, поэтому достаточно трудно было подобрать нужные экспонаты для того, чтобы передать сказочную атмосферу произведений Корнея Ивановича. Ну и я считаю, что в целом нам удалось приблизить наше экспозиционное пространство к этой атмосфере. Ну и во многом это благодаря экспонатам и инсталляциям, которые создавали наши художники. Выставку можно увидеть в Мемориально-литературном музее имени Алексея Петровича Бондина. До февраля 2025 года она будет доступна для посещения. И мы будем рады видеть вас в нашем музее. Субтитры создавал DimaTorzok